Привет, друзья! Сегодня я расскажу о триллере 2020 года под названием «Розыск». Фильм корейского режиссёра Квак Чёна объединил в себе несколько жанров – триллер и криминальный детектив. И напомнил о том, что только неравнодушие к чужой беде может помочь справиться с таким страшным врагом, как… интернет. Главный герой Джун Хёк – обычный молодой человек. Он учится и подрабатывает в магазине. Но у него есть занятия, которые он не особо афиширует. Парень называет себя исполнителем желаний. Ему можно написать в соцсетях и попросить о любой помощи. Живёт парень в студенческом общежитии вместе с братом Сунгмином, который мечтает стать полицейским. Однажды, погожим вечером, друзья выходят на крышу. Навстречу идёт симпатичная девушка. Она весела и жизнерадостна. Поздоровавшись с парнями, девушка рассказывает об учёбе и уходит к себе. Джун Хёк сидит за компьютером. Он готовится к зачёту. В это время их соседка, которую они видели на крыше, получает сообщение. Неизвестный собеседник спрашивает, в чём смысл её жизни. Она пишет, что намерена добиться своей мечты через труд. И получает ответ, что мечта – это прикрытие для никчёмного существования. Джун Хёку приходит просьба от начинающего психолога с просьбой помочь в продвижении её дела. Парень приходит навстречу и видит красивую молодую женщину. Она приветливо спрашивает, а сам исполнитель желаний не хочет пройти сеанс психоанализа? Джун отказывается и обещает выложить красивое фото и написать о ней хороший текст. Вечером Джун Хёк рассказывает брату о том, что их соседка прислала ему просьбу об исполнении желания. Она хочет поделиться проблемой. И ему как-то не по себе. Ведь они живут рядом. Он не хочет, чтобы люди знали, что исполнитель желаний именно он. Сун Гмин в недоумении. А что в этом плохого? Он помогает людям, выслушивает их, подсказывает решения. Но Джун Хёк всё-таки отказывает девушке в помощи. Вечером Сун Гмин сталкивается у своего подъезда с парнем, одетым во всё чёрное, который фотографирует их дом. Братья встречаются у подъезда и вместе входят в дом. Они видят полицейских. Один из них спрашивает, не видели ли парни чего-то необычного. Они отвечают отрицательно и интересуются, что случилось. Полицейский рассказывает, что в одной из комнат обнаружено тело. И это не в первый раз такое. Похоже на самоубийство. Мужчина отходит, и друзья видят тело Мин Джи, той самой девушки, которая просила у него помощи. Сидя у своего компьютера, Джун Хёк перечитывает сообщения умершей девушки, где она пишет, как трудно ей приспособиться к жизни в городе. У неё даже появились признаки депрессии, поэтому она и писала исполнителю желаний. Парень расстроен, он мог не допустить непоправимого. Ночью он опять просматривает профиль Мин Джи. И вдруг видит сообщение, в котором некто пишет, что будет молиться о её упокоении. На аватарке парень видит изображение кита. Он тоже пишет на странице умершей девушки. Прости. И вдруг ему приходит ответ, неизвестно интересуется, в чём смысл его жизни. Парень удивлён. Как такое может быть? Ведь хозяйка аккаунта мертва. Джун рассказывает об этом брату. Тот предполагает, что это чья-то злая шутка, но Джун Хёк так не думает. Зачем кому-то писать с профиля погибшей? Он опять просматривает её страничку и находит сообщение от неизвестного отправителя о смысле жизни. Точно такое, какое получил он сам. Он входит на страничку отправителя. На ней непонятное имя – Ерешкигаль. Неизвестный реагирует на посещение. Он присылает новое сообщение. Мы просто существуем в исчезающем потоке времени. Получи спасение через голос королевы смерти. Утром парни идут в полицию, но инспектор, расследующий это дело, отказывается продолжать расследование. Он уверен – это самоубийство. Друзья понимают, что надеяться можно только на себя, и Джун Хёк предлагает расследовать причину смерти Минджи. Один из приятелей знакомит парней с молодой хакершей – Ноо Ри. Она – мозг конторы и закончила университет. Девушка довольно резка в разговоре, но и действительно мастер своего дела. Ноо быстро разбирается с информацией. Парни восхищены её профессионализмом. А девушка говорит, что это дело с душком. А Сунг Мин вдруг спрашивает, что такое Ерешкигаль. Ноо Ри говорит, что Ерешкигаль – дословно «великая подземная госпожа». В шумеро-акадской мифологии богиня, владелица подземного царства под названием Ергала. И говорит, что на этого персонажа подписано много людей. Молодые люди ошарашены, большинство из его подписчиков уже мертвы, соцсети полны соболезнований. И практически все погибшие – очень молодые люди. Ноо Ри предлагает обратиться к друзьям, которые поднимут шумиху. Тогда полиция начнет работать, и на всякий случай надо поискать следующих жертв. Но как и где их искать? Парни приходят к матери одного из погибших. Но она не хочет с ними говорить. Сунг Мин зол. Знает ли эта сволочь, сколько боли переживают из-за него люди? Нужно обязательно заставить платить его по счетам. Идя по улице, Сунг Мин замечает, что кто-то следит за ними. Это тот фотограф, с которым он столкнулся перед их домом. Парень бросается бежать. Друзья – за ним. Джун Хёк налетает на прохожего, падает и упускает подозреваемого. Полученную рану Джуну обрабатывает знакомый психолог. Она говорит, что в современном мире многие люди испытывают стресс и страдают от психических болезней, и что человек всегда ищет место укрытия. Смерть – тоже укрытие. Джун Хёк интересуется. Она считает, что можно подтолкнуть к смерти? Она не может ответить точно. Но если он обладает таким навыком, это очень страшно. Этот человек очень опасен. Парни приходят к знакомому блогеру и просят его сообщить своим подписчикам о существовании Ерешкигале. Нужно рассказать как можно большему числу людей, что он доводит молодежь до самоубийства. Поэтому не нужно отвечать ему. И лучше всего не обращать на него внимания. В это время приходит сообщение от Ким Ноори. Она просит о встрече. Парни приходят в контору. Девушка показывает обращение Ерешкигале. В чем смысл твоей жизни? Парни в недоумении. Как он узнал о Ноори? Значит, за ними следят? И вполне возможно, сейчас наблюдают за ними. Может, уже пора в полицию? Но девушка говорит, что сначала надо его поймать. Парни выходят на улицу. А Ноори отправляет сообщение королеве смерти. Парни поднимаются на крышу и увидят фотографа, который снимает окна Ноори. Сун звонит девушке, но она, недослушав, выбегает на улицу. Братья бросаются следом. И застают Ноори над телом вырубленного электрошокером фотографа. Его приносят в кабинет и пытаются добиться признание. В это время Ноори смотрит его фотографии. Да он извращенец! На фото девушки в разной степени раздетости. И фотограф сдается. Он рассказывает, что сначала Ерешкигаль был просто друг по соцсети. Но однажды ему начали угрожать, что знают его секрет. Парень не мог обратиться в полицию. Да и просьбы были несложные. Выяснить личные данные и следить за человеком. Иногда это напоминало игру. Было интересно подглядывать за людьми. Он делал, что просили. Но однажды женщина, за которой он следил, умерла. Фотографу было весело видеть истину человека, которую он никому не показывает. В соцсетях все чистые и красивые. Но внутри все не так. Люди боятся раскрыть это остальным. Утром Джун Хёку звонит детектив и сообщает, что они вычислили того урода. Но, увы, он успел покончить с собой. И просит прекратить распространять чушь в соцсетях. Но Джун Хёк постоянно вспоминает слова психолога. У преступника тоже есть какая-то цель. Друзья обсуждают ситуацию. Но Ри удивлена. Ерешкигаль умер? Странно, это не тот персонаж, который легко соскакивает. Но Джун Хёк говорит, что все кончено. Они занимались никому не нужным делом. Компания отправляется в бар, где рассказывают друг другу о своих проблемах, о мечтах и желаниях. Джун Хёк общается с психологом. Она говорит, что прочла его историю. Их преступник считает себя божеством. Поэтому этот человек открылся и ответил. Возможно, преступник рядом с ними. Или испытывает личный интерес. Ким Но Ри получает сообщение от Ерешкигаля. Он пишет, что он никуда не исчез. Однажды Сун Гмин звонит Джун Хёк в магазин. Он говорит, что Ерешкигаль опять в соцсетях. Сун Гмин звонит Но Ри и спрашивает, видела ли она страничку Ерешкигаля. Но девушка просит все прекратить. Встревоженные парни прибегают к Но Ри. Девушка лежит на полу в луже крови, но еще жива. Братья вызывают скорую. Мин Сун Гмин прибегает к блогеру. Он бросается к камере и вызывает Ерешкигаля на драку. Он угрожает убить его. На аккаунт Сун Мина приходит сообщение от Королевы Смерти. Он опять вызывает ее на бой. К Джун Хёку приходит фотограф и рассказывает, что это уже новый Ерешкигаль. Он дьявол и хочет всех убить. В это время Сун Гмин переписывается с Ерешкигалем и тот находит болевую точку парня – отношения с отцом. Зомбированный Сун Мин вставляет наушник и начинает слушать музыку, присланную Королевой Смерти. Вбегает Джун Хёк и приводит его в чувство. На больничной кровати сидит Но Ри. Она рассказывает Сун Гмину, что ее сознание как будто усыпили. Она думала, что сможет это преодолеть, но оказалось, что она слаба. Она не знает, как жить, и даже мысли нет. Время просто протекает. Но Ри говорит, что теперь все ложится на Джун Хёка. Она отдает флешку с данными, которые ей удалось достать, и просит сделать все остальное. Джун Хёк приходит к блогеру. Тот просит прощения за то, что не смог помочь. Вечером Джун Хёк идет по переходу. За ним следует двое парней. Он звонит детективу и говорит, что вычислил настоящего убийцу, и обещает прислать адрес. Его останавливает компания молодых людей. Они говорят, что он сам вырыл себе могилу. В этот момент прибегает Сун Гмин. Он велит Джун Хёк убежать. Удостоверившись в его безопасности, он бежит сам. Убийцы бегут за ним. Джун Хёк прячется за углом. К нему подходит детектив. Парень начинает рассказывать о том, что они отследили IP. И тут же осекается. Он же не отправлял сообщение с адресом. Полицейский наставляет на него пистолет. Джун Хёк стоит на коленях. Руки его связаны. Детектив возвышается над ним и говорит, что на этом миссия завершена. Если тайно раскроется, не будет никакого веселья. Он же предупреждал. Сидите тихо. В это время банда нагоняет Сунгмина. Он сильно устал, но еще хорохорится. Если преступники уйдут сами, он их отпустит. Но раз они не хотят уходить, придется их отмудохать. К Джун Хёку из темноты подходит женщина. Он поднимает голову. Это психолог. Она начинает рассказывать свое видение мира. Люди созданы испытывать боль. Они одержимы жизнью ради боли. Когда он услышит ее музыку, он подчинится и не сможет противиться. Она спасительница. Королева смерти. Джун Хёк говорит, что ей нужно бы поволноваться о тех, кто умер из-за нее. А она отвечает, что именно благодаря продвижению от исполнителя желаний многие осознали свое существование. Но парень говорит, что она просто убийца. И вдруг называет ее настоящее имя. Пак Джи Йен. Но Ри выяснила, что три года назад, когда Джун запостил курицу с плесенью, пост стал горячей темой. Началось расследование. Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов закрыло компанию, выпустившую эту еду. Были выявлены многочисленные случаи хищений. Дочь владельца компании якобы покончила с собой. Но на самом деле она и есть их психолог. Пак Джи Йен говорит, что она не виновата. Люди сами выбрали свой путь. Она вовсе не сумасшедшая убийца. И она позаботится о Джуне. Сунг Мин сбит. Он сидит у машины. Бандиты готовы убить его. Детектив набрасывает на шею Джуну веревку на шею. Но он спрашивает, знает ли она, чем отличаются настоящие психи. Так увлекаются своими речами, что забывают о времени. Вдали звучит полицейская сирена. На помощь Сунг Мину приходит Но Ри и ее друг. Начинается драка. Джун борется с детективом. Сзади приходит еще один друг Но Ри. Он бьет полицейского по голове. Психолог в это время уезжает на лифте. Джун догоняет ее на крыше. Все кончено. Пора прекратить. Но она говорит, что она нужна другим. Потому что они нуждаются в побеге из этого мира. Джун сообщает, что все, что она говорила, видели тысячи людей. Ведь он вел прямую трансляцию. Не зря он ходил к блогеру. Его пуговица – сверхдорогая камера. Так что теперь мало кто поведется на ее речи. Женщина садится на парапет. Рука Джуна тянется к ней. Пак Сун лежит на носилках. Она без сознания. Ее обвиняют за подстрекательство к убийству 130 человек. Полиция благодарит парней. Ведь именно они помогли задержать убийцу. Друзья идут по улице. Наконец все кончилось. Фильм снят по мотивам истории, произошедшей в России. Ситуация с онлайн-группой «Синий кит», которая доводила до самоубийств молодых людей, породила много слухов и домыслов. Конечно, корейский кинематограф не передает истинных событий, но показывает, в какое опасное время мы живем. Так что стоит напомнить истину. Предупрежден – значит вооружен. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайком и подписаться.